Как я уже показывал в предыдущих видео, трубка, которая держит сидение на велосипеде, у основания, входящего в раму, она погнулась. И, скажем, днем гнулась еще больше. Если бы она отломилась, я бы, как там в одном видосе фраза была, я бы яйцами пёзнулся. А я этого не хотел. Поэтому я как можно скорее, когда, как только почувствовал, что трубка еще больше прогнулась, тут же, как можно скорее, повалил на рынок. Настолько быстро туда повалил, что забыл фотоаппарат взять с собой. Пришлось на мобильник фотать. Вот вы, собственно, видите процесс, как мне в нашем местном сервис-центре, в кавычках, проводят замену. У них изначально не было трубы, я попросил, чтобы поискали, в итоге нашли какую-то особую, какую-то хромированную прям, длиннющую, вызывающую надежность. Она, к сожалению, по диаметру была немного уже, чем та, которая была нужна. Поэтому пришлось запихать еще и резиночку. Ну, вот примерно так оно выглядело. Резиночку в итоге утопили туда вниз. Поэтому в финальном варианте ее не видно будет. Просто понимаешь, я только сейчас взял фотоаппарат, я на этот, на мобильник, на этот, на рынок забыл взять его. Блин, у меня там мифит включен. Короче, сейчас время сколько? Даю тебе возможность сказать, сколько времени. Мои часы времени показывают. Сейчас где-то около 6-7 часов. И в Каге заставили работать больше временно. 19 ноября, это 07, 14 с половиной тысяч. А я сегодня практически не ходил. Можно переработки устроить, да? Это у меня шабашка. Я спутниковую тарелку хочу настроить, и за это хочу получить рубль. Ох, ялочная скотина, нет, бесплатно. Не алочная. Во время, вот представляете, во времена карантина, во времена самоизоляции и масконошения, он, блядь, срубает бабло с честных невиновных людей. Я, блядь, с вирусом, но я хуя нахуй. Че говоришь? Нихуяся, ну че у тебя еще хармированная, а? Да, блядь. Не то, что это говно, да, поголубное мое? У меня, кстати, такое же говно хотели предложить. А это говно, блядь, а у тебя еще, блядь, хармированная? Ты думаешь, это, блядь, серебро нахуй? Вот этот сервис-центр, который ты нахваливал в кавычках в прошлом видосе. Вот их если достать хорошенько требованиями, просьбами. Ну, я верю, он может достать. Ну, такая, знаете, скромная способность. Человек достал. Ну че, будешь пробовать? Да, я буду. С повышенной сидушкой. Кстати, вот когда она повыше, я до этого на второй звезде катался. Ну, ты не дотягиваешься, надо тебе пониже ее сделать. И в раскорачку такая. Ребенка не сшиби. Короче, я до этого на второй звезде ездил. Но сейчас с повышенной сиденьем на третьей езжу, велосипед как будто, не знаю, как будто ускорился. Намного проще стало ездить. Этих нихуя нету. Кого? Передних? А эти у тебя клинят. Передних тормозов? Вот этот у тебя только что заклинил. Как это заклинил? Это задний. Подожди, он едет нормально. Держи фотик. Он у тебя заклинил. Я тебя только что, там на видео пересмотришь. Я тебя снимаю, Вить. Видишь? Он ехает, видишь? Ехает. Так я ехал, я нажал на тормоз, а он, блядь, сука, заклинил. Он аж стрельнул что-то там. А не тормозить? Ну ты просто затормози. А ты другим потормози. А ты отвык, что это сиденье высоко теперь. Ну в переднем он и не должен доходить. Ну конечно, его вообще и не должно быть, но... Блин, у нас что-то мошкара, блин, налетела. Вон она, одна здоровая едет. Плавные. И вместе с задними они дополняют друг друга. Понимаешь? Это велосипед на стиле. Я хочу, сука, маслом смазать твои, блядь, тормозные диски. Подлая мразь, Евгений. Я тебе же смазал, хочу и тебе смазать. Вот посмотри, у этого. На херна ты диски смазал масло? У тебя, конечно, он грязный, но не такой. У меня вообще грязный, блядь. На херна ты тормозные диски смазал маслом? Я их не смазывал. Я пытался записать видос, как я, блядь. Мне же пришла эта херня, а-ля на Айкспрессе. Кстати, пришла в один тот же день, что и Пашки с Даркушей. Да, 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 да. Короче, я хотел записать, как я там прокачиваю, там распаковку всю эту херню, там работа, там дом, блин, короче. Распаковка я просрал, и потом думаю, дай-ка я, короче, сниму. Я там начал, блин, снимать, как я там начинаю там прокачивать. В итоге, блядь, все у меня через арус, блядь. Масло брыщет, колодки свищат, блядь. Короче, весело все. В итоге я прокачал тормоз, но походу вот этой штуке пизда. Вот этой, она работает, все, блядь, но она не как, блядь, и вот эта. Я сначала, блядь, подумал. Короче, давай наглядно, прокатись на велосипеде и затормози резко. Они хорошо работают, они скрипят, сука. Продемонстрируй, как они скрипят. Музыкальные тормоза. Ну, видишь, у меня даже кольцо, нахуй, масло, блядь. Смазал. Вот это я, нахуй, смазал. Не знаешь, как смазать тормоза. Отдай вкакив, да. Вон, секунду, по кайфу, блядь. Задние. А теперь задними, вот прямо вот здесь, возле меня прокатись, чтобы всем зрители оглохли, чтобы Пашка с Даркушей аж написали в комментах хэштег минус суши. Ай, блядь. Аж у меня минус суши. Это лучшие тормоза в мире. Зато это, знаешь, что? Это, когда собака за тобой гонится, ты, хуй, нажимаешь, а так? Ускор, ускор, ускор. Это ты мне там, нахуй, съебалась. А у тебя что, нахуй, за покрышку укусит, за ногу укусит? За покрышку укусит. А у меня есть, блядь, эта. А у меня покрышка взрывоопасная, она противособачная. Осторожно, взорвётся ещё. Зачем меня Никита держит? Не, ну реально, она тогда взорвалась, так резко и неожиданно. Она у тебя больше, чем вот эта. Да. Тоже, сука, накачанная. Ты видос пересмотри, как они мне покрышку убирали. Сначала не ту выбрали. Да, я видел. У меня такое печенье, будто они покрышку слишком здоровенную убрали, а камеру маленькую. Будто камера там сейчас страдает. Не знаю, не знаю. Ну что, поехали на ту шабашечку. Я жду. Кого ждешь? Я позвонил брату, брат должен был ему отзвониться. Он ему звонит, и тот трубку не берет. Я говорю, я еще минут 30 потрусь тут. Угу. Ты что, кого звоню? Он говорит, все, окей. Мошки всякие летают. Если сейчас не дозвонюсь, тогда этот. Ну, пошли-то как кататься. Что, танцевать хочется, Ивкаки? Пошли на молодежь посмотрим, как они киевы крутасы творят. Что ты делаешь? Ивкаки! Пошли, молодежь покажу тебе. Давай. Так ты длину хочешь измерить? Кыш! Кыш! Убери свои культяпки от цель. Только не перепутай их. О, кстати, да. Давай мои я держать буду за это. У меня вот красный этой. Давай, держу. Ты оттягивай, оттягивай. О, вторую дай мне, вторую. Так я хочу ее застегнуть. На хрена! Чтобы у тебя ее, блядь, не было. Скакалка! И что это нам даст? Мы будем прыгать через костер. Че, к чему, блядь? С Ивкакием не соскучишься. Так, какая-то одна из них твоя, блядь. Полагаю, вот эта, которая не открытая. Че, открываем твою, да? Ты смотри, не испогань ее, ключ там еще застрянет. Угу. Смотри, чтобы он в тебе там, блядь, не застрял. Попробуй. Ой. Слышишь, а что-то нихуя. Бери вот эту хуйню. Все, не ломай. Все, не ломай. Не подходит. Секрет фирмы. Реально, блядь, не подходит. Следство от Ивкакиев. Это же моя, да? Она же у меня чмошненькая, с красной. А, вот он, да. Засними что-то хуйню. Свидетельство? Это кровь девственницы. Хотел замок велосипедной открыть, но открыл что-то другое. Пошляк. Поехали. Молодежь, я покажу, как они исполняют трюки на этих. На самокатах. На каких? На там? На обычных самокатах. Берут из... На где? На вон там, в парке. Да, близко. Поехали. Поехали на вон там. К сожалению, Ивкакиев позвонили. Ему пришлось дальше идти работать, вкалывать. Ну, а я решил заснять. Какие там молодежь. Трюки выкручивают. Ух. Вообще не берегут себя. Пашка, Даркуша, представляете себя сейчас на их месте? Вот так вот раз, раз. Да мне одна только прокатка по прямой дороге уже вызывает ужас. Вот он прыгнул, с самокатом приземлился. А там кто-то еще и во время приземления пытается крутнуть самокат. По-моему, здесь тоже будет момент. Жесть, просто жесть что-то, суставы себе вообще не жалеет. Так вот, буквально небольшое скольжение, небольшой промах, и все. Минус лодыжки. Не в прямом смысле, конечно, а минус лодыжки. Перелом там, ну или вывих точно можно схватить. Не, ну с моей толстой жопой я бы, конечно, и в детстве такое тоже вряд ли бы провернул. Так, надо одну ногу. О, да, да. О, да, да, да. Сегодня было мало народу. Так в основном, там, больше, там, человек 7 исполняют. И у всех разные люди. Сегодня что-то мало было. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, это тоже, по большому счету, не такое уж безопасное развечение. Попробую это снять, но это будет очень сложно. Вот этот фонтан, но там место, где колесо рвануло, прям там и взорвалось. Что-то, надо скорость справить. Вот здесь она и взорвалась. А вот, собственно, и фонтан. Вот самый. У меня, кстати, фотка здесь есть, где я с батей и с братом, к примеру, в этом месте. Как-нибудь выложу потом. Там мне лет 8, наверное, было. Стараться, что фонтан до сих пор живой и невредимый. Попункционирует, по-моему, даже еще лучше, чем в прошлый раз. Фонтан просто шикарный. Закрепить бы камерку на велосипеде. Даркуша, есть идеи? Чуть все эти красивые виды. Сейчас, наверное, 15 на улице. Едешь, внутренний жар согревает. А наружный холод настолько прохлаждает, что даже не потеешь. Надо, чтобы кроме момента, когда остановишься. Там уже жар пробивать начинает. А так вообще свежесть. Вообще красота. Так, сейчас здесь будут негладкие дороги. Ой, кочки. Вот здесь бы еще заасфальтировали бы все. Вообще бы было бы шикарно. Так, эту часть я, по-моему, уже показывал. В прошлом видосе. Блин, одной рукой рулить тяжеловато. Вот этот спуск вообще просто шикарный. Сейчас, конечно, разгоняться не буду так сильно. Вот, без камеры разгонюсь. А так с камерой страшновато. Вдруг еще грохт, блин. Ну, видосик просто шикарный здесь. Камера, мне кажется, не передает только всей этой красоты. И свежести этого парка. Реально, какой-то кусок леса в городе. Через эти деревья, если проехать дальше. Там уже будет город. И там город. Буквально метров там, не знаю, 50, наверное. Может, чуть больше. Иркутское достояние. Какие-то столбы, я не помню, как они называются. Раньше они яркие были, желтые. Сейчас же серыми стали. Самое опасное при таких съемках это выруливать. Можно и грохнуться. Но я этого не хочу. Ой, ветерочек прохладный какой. Просто шикарный. Вот, собственно, там велодорожки, всякие развлечения. Футбольное поле. Тренажеры. А тут дальше. Тут дальше уже выход на площадь. Где он, в какие круги наматывали. Вот. Так, ну а дальше вы уже видели. Что-то как, думаю на этом можно завершать видос, еще пара кругов и домой поеду, она катала уже сколько там, видно не видно, мало наверно. Давай Хлооми, Соне точнее покажи. 5,8 километров проехал, вообще на позитиве проехалось быстро, а там 4,7 когда еду до родителей, по долгой-долгой прямой дороге там скучно, там ощущение будто раз в пять больше проезжаешь. А здесь вообще шикарненько, так на позитиве, мужичок уже в возрасте все еще отжигает. Молодильник яблок видать объелся. Яблок не смог, удает. Ладно, на сегодня все, всем спасибо. Если не подписались, подписывайтесь, ставьте лайки и оставляйте просьбы, что еще заснять в нашем чудном городе Ленске. И вот я ехаю домой, казалось бы, но тут внезапно. Смотрите, кто тут у нас. Пив, пив. Еду спасать. Спасать людей. От жизни, да? От жизни, да? Ух, какой пиратыч, гнидыч. Бразоватыч. Евхаки сразу порулил этой собаке. Ну ее нахер, да, Евхаки? Евхаки аж анимело тужаться, как услышал эту пшину. Ну что, давай на площадь. Возвращаемся на площадь. Что-то еще хотел сказать. А, вот там, кстати, псина. Стальная, надо ее сфото сейчас заснять. У нас тут тротуар делают. Евхаки, давай поворачивай туда. Надо будет снять сейчас. Поворачивай. Ой, здесь кочечка, кочечка. Ой, не бей, не делися. Ай. Торис порос уже. Ну что, животворящая сила подорожника делает. Но сейчас не об этом. У нас тут стальная псина. С настоящим стальным анусом. На такого гнидыча лучше не нарываться. Пес просто великолепен. Да, вот где-то с этого места зашел тогда. В 2006-м. И вот здесь играли. Сейчас я пару моментов сниму. Ужаль, это кольцо все еще так и осталось. Никто и не поменял даже. Витя не матерись. вот где-то в этом месте я стоял снимал отсюда игру подальше отойди подальше отойди просто приближение сделай да не надо видят аплодисменты делать на лыжи мы туда дальше ходили дальше он не затем забором уже было за территории школы по-моему вот где-то здесь да я стоял снимал там еще мячик застрял на этом выбивали в группе поддержки он раздевается до гола обезьянник умер 4 управлять прицелимся сейчас отдохнем еще в ой еще раз самам для прессы на Судейская коллегия. Судьи на поле. Черно-белые футболки, да? Силья, твои мнения. Сахалинова не играют. Все сахалинова. Видишь, как красивее играет. Давай, сам. Я хочу, чтобы сейчас мяч прилетит ко мне. Вот так попал, да. Спецэффект? Выключите этот спецэффект. Кто пустил животного на кольцо? Что получится? Отдыхать получится? Ты и так отдыхаешь, Станек. Фирменная подача. Все, хватит, короче. Я прямо сюда наложу запись из 2006-го. Евхаги, как тебе идея? Я прямо вот в этом месте стоял и снимал тогда. Отлично, я идея. Витя, мусора, мусора. Не, вот так необычно вернуться, взять и вернуться в то место, где это было лет 14 назад. Столько перечи уже, а ощущение, будто это было вчера. Я всего при два года прошел, чтобы теперь в школу проходить. Это невозможно. Я буду как разматривать. Я-то сейчас не про школу говорю, а просто говорю, что вот в шестом году, летом, я что с колечем пошел с соседом, а он в четвертой школе учился, у него куча знакомых было. И тут пацаны играли в баскетбол. Мы пришли, погамали с ними, я поснимал еще на эту, на VHS-ную, на видеокассетную камеру. И потом пошли оттуда на коней. Это просто охренительно. 14 лет, мать его, лет прошло. Я окончил школу с того времени, я окончил универ, окончил аспирантуру, в Новосибирске пожил. А, ты сначала универ, потом аспирантуру. Потом еще... Почему у тебя в армию не стою? Нет, я в армию не стою, я откосил. Честно и добросовестно. Это просто охренительно. Это просто чудеса какие-то. Чудеса какие-то. Время сейчас еще 20.49 уже. Я упалился по полной. Только приехал домой. Сейчас вот пойти помыться. Накатал я. 11 километров 920 метров. Даркуша. А, погоди. Вот столько вот такая вот у меня. Лапша какой-то получилась. Я снова в парке накатывал. Ну, пацаны, ну что вы... Нет, не портите мне видосы. Это столько... О, сиськи получились. Одна сиська, вторая. Я, наверное, восьмерку выделывал. Когда с эвкакием на последний заход заходили уже. Всю площадь и зарисовал. Столько пути есть. А вот здесь, наверное, когда я с эвкакием разговаривал по телефону и катал круги. Не, ну реально, что-то с этим сиденьем, когда оно поднято нормально, адекватно, когда ноги могут выпрямляться. На велосипеде раза в три, наверное, проще ехать. Так, это здесь я уже поехал навстречу с эвкакию. Он развода каким-то образом. Видишь, что этот путь от Дюс-Сша, где-то здесь Дюс-Сша есть. Оно, не оно, промелькнуло только что. Станция Юнатова, где-то здесь, должна быть Дюс-Сша, как оно называется, Скарт-Взлет. Нет, ну где-то вот, короче, вот в этой части. И отсюда, и в катей, стартовал, газанул. И вот мы здесь, сниму, здесь уже пересеклись. А я, наверное, от площади поехал. Ну, в принципе, нет, расстояние не такое большое. Но в детстве оно, капец, сказалось здоровенным. Целую вещность, наверное, там приходилось идти. Вот мы с ним встретились, заехали до школы. Вы этот момент уже видели. Так, а нет, стоп, до школы это вот этот был момент. А здесь-то я уже в парке катался, да. Покатался туда-обратно, потом решил дугу сделать. Останавливался поснимать трюки молодежные. И снова на площадь. Нет, ребята, это не аутизм. Это не аутизм. Это просто площадь красивая. Ха-ха-ха-ха. Ладно, пойду мыться. Запарился уже. Ох, не радует меня этот расклад. Занимаясь спортом, пожирнел на пять килограмм. И далее что творится. Просто ужас какой-то. Ну, надеюсь, новая велосипедная труба не погнется. А, в принципе, не должна погнуться. Она же хронированная. Как она погнется-то? Блядь, все-таки погнулась. Проститутка эдакая. Да. Ладно, этот сезон еще, может, доезжу. А на следующий год надо будет худеть. Да по-любому. В этом году я пожирнел. Во всем виноваты. Пашка с дорогушей. Сначала подержали, а потом взяли и киданули к меня с подлогами. Я забросил и начал жирнеть. В итоге две велотрубы погнулись сильно. Ну, как так вообще, а? Свиздец. Давайте, чтоб в следующем году поддержали меня. Хештег Витек худей. passed. Открытых.